Привет, друзья! С вами снова я, Валдай, и мы продолжаем прохождение замечательной игры под названием GTA 5. И продолжаем мы с того же самого места, где закончили в прошлый раз, в сельской больнице, куда угодил Тревор, когда пытался ограбить инкассаторов и уйти от полиции. У него это не особо-то получилось. Ну то есть как, деньги-то мы, конечно, какие-то заработали, в любом случае остались в плюсе. Но вот уйти от полиции она не удалась, к сожалению, нас убили во время преследования. Но это было весело. Ну и пока что я не вижу никаких заданий интересных. Одни не сюрпризные, при том у других персонажей, судя по всему, тоже, потому что нет вообще никаких символов. Поэтому пока что давайте поедем и что-нибудь просто развлекаемся. Допустим, пойдем вот все-таки к Мэри Энн съездим, куда мы собираемся ехать в прошлой серии. О, ехать-то, конечно, нам теперь будет здорово сколько по времени. Но ничего, тем будет интересней. Устроим еще одну несюретную серию, короче. Так, ну и, собственно, полный вперед и пункт назначения у нас есть, туда и отправимся. Мэри Энн. Все-таки интересное название, и что же хочет от нас эта Мэри Энн, что ей нужно, что это будет за миссия. Скоро узнаем. Ну как скоро, через 10 километров. Ну, машинка, в принципе, довольно резвая, поэтому я не думаю, что мы будем еще раздолго ехать. Да, Тевер рассорился, разругался со всеми. Собственно, не стал спасать Майкла, подставил его. И в итоге, даже когда ему звонили китайцы и говорили, что твой бойфренд, как они подумали, у нас в плену, он просто послал их и сказал, типа, ну и замечательно. Я этому, типа, только рад. Его, конечно, тоже можно понять, Майкл был неправ, когда, собственно, все так подстроил, и Тревор в течение 10 лет считал, что его друг Брэд жив, находится в тюрьме, и переписывался с ним. А Майкл мертв. Оказалось, что Майкл жив и на свободе, и все у него хорошо, в принципе. А у друга Брэда не очень, потому что он как раз умер и, собственно, покоился в могиле, в могиле, которая должна была принадлежать Майку. В основной могиле. Да, твою же... Бесит такие дебильные водители. По делам тебе, сволочь. Вот, так что, собственно, такие вот пироги у нас происходят по сюжету. Все покажется не очень гладко. Интересно, чем же все это здесь закончится? Ну, то есть не то, что закончится, а как будет развиваться дальше. То есть помириться все-таки Майкл и Тревор, или же так и останутся врагами. Этого мы, к сожалению, пока что не знаем. Ну и, в принципе, рассугивая такое небольшое затишье, никаких фермерных миссий нет, то, в принципе, почему бы и нет, почему бы не подвлекаться немного, и просто не покататься по этому большому, гигантскому, красивому и такому живому миру. Насладиться его видами, но также хорошей музыкой на местных радиостанциях, ну и, собственно, второстепенными какими-то квестами. Я бы в каких-нибудь гоночках поучаствовал бы, честно говоря, потому что сейчас еду на полной скорости по такой дороге и понимаю, что, блин, это клево, на самом деле. Давненько не играл у меня в какие гонки. Я имею в виду не только в GTA, а в принципе вообще как таковой жанр гонки. Так что я бы с удовольствием бы погонял. Ну, раз уж мы поехали к Мариэн, сначала давайте все-таки съездим к ней. Потом посмотрим, если что-нибудь имеется, интересно, у каких-нибудь гонок, то можно попробовать покататься. Там какие-то были, по-моему, но морские, но морские-то не то. Я хочу сухопутные именно. Самое оптимальное было бы, допустим, на байке погонять, наверное, мне кажется. Ну, в принципе, на машине тоже бы нормально было бы. Но как-то не было, пока мы едем, мы уже проехали половину пути и, в принципе, все хорошо. Интересная видеостанция. Ну, почти получилось нормально проехать. Аккуратненько. Да, пути, конечно, не были с кем, мы в такой глуши оказались, сами того не ведая. Оттуда было реально весело. Помните, как прошлое Сирена? Мне удалось просто очень случайно поднять 10 тысяч долларов. Вот, по-моему, неплохой такой был плюс. Просто ехал мимо, и какая-то банда там вступила в перестрелку с полицией, а у этой банды была награбленная. И, собственно, я даже никого не убивал, ничего не делал. За меня всю работу сделали полицейские. Я лишь подошел и забрал деньги. В общем, как говорится, вовремя оказался в том месте и в то время. Это было реально клево, мне понравилось. Побольше таких вот случайных событий. Ну, в принципе, прикольно вообще, что они здесь есть, и что их довольно много все равно, всякие разные мероприятия. Помните, как однажды, не помню, за кого играл, по-моему, за Франклина, что ли, какой-то чувак на дороге голосовал и остановился, чтобы его подвезти, и он просто украл мою машину. Это было тоже, конечно, интересно. Что здесь идти пешком? В общем, хватает всякого разнообразного контента, в том числе несюжетного. И это нас, на самом деле, радует, потому что иногда просто неохота двигаться по сервоту дальше, иногда неохота выполнять миссии, иногда охота позаниматься просто чем-то в свое удовольствие. Допустим, глядеть на тачке. Ну, или что-то такое подобное. Забор не монтируют. Я думаю, что он такое делает. Прикольно. Так, ну что ж, почти все. Осталось 2 километра. Еще немного. Срезаем все возможные углы. О, какая скорость-то вниз по дорожке. Офигенно просто. Просто офигенно. Может быть, я когда-нибудь все-таки научусь нормально водить, и не врезаться во все. Раньше у нас в ней хорошо ездила. Помню, это когда у меня был Xbox 360 и GTA 4, как астра, только вышла. Я, собственно, в ней очень хорошо начал водить, и, блин, вообще там практически без аварии я ездил на совершенно бешеной скорости, манилировал между машинами, и все нормально. Но потихонечку, со временем, скилл забывается просто, потому что не тренируешь его, и теряется немного. Блин, прикольно. Мы подъезжаем прям к этой надписи Винни-буд. В сетахте посмотреть, что там такое за ней. Собственно, по-моему, сейчас мы его увидим. Ну что ж, это здорово. Убьем двух зайцев одновременно. Посмотрим, что находится за этой надпись, а заодно, и, собственно, посмотрим, что же это такое второстепенный квест, на который мы с такой временем добираемся. Надеюсь, что он того стоит. Наверное, мы должны слышать, что происходит с новостями. Ну что ж, здорово. Я не знаю, что ты говоришь. Закрыть голову. Закрыть, 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 закрыть. Ты знаешь, футбол, exactly what you didn't say. Это не так. Ну, ты можешь быть сроченными с твоими молодыми девочками, с твоими тресомами, с твоими партисами, и ты будешь мезерабель. Ты мог бы все было с мной. Белый кондон, мальчик-булы и светочки, прыжки на пляже, маленький пак, мы слишком много внимания на, потому что я слишком страшно, что я не боюсь, чтобы гонить, и все. Ну, чертите тебя. И я не волнусь, что мы просто встретились в последней неделе, хорошо? Просто не забывай меня, не забывай меня! Скажи что-то! О, я надеюсь, что ты был мертвым, я действительно так. Ах! О, я люблю тебя! О, я покажу тебя! О, я покажу тебя от этого! Ты... не... не... психо! Он был исправлен в моей взглядом, а я с урогат. Я? Я, психо? Нет, ты... Ты самая ловая девушка, я никогда не встретил! Я люблю тебя! Ты сладкий, ты неразонно нестязанно, Ничего, что ты говоришь, не имеет никакого смысла! Ты... Вы полностью... Нет контроля твоих эмоций! Мы не имеем никакого гомбината! О, бебе, мы сделаны для друг друга! Попробуй это! На байке! Сейчас! Ну что ж... Ну, собственно, вот и гонка. Складываться как нельзя лучше. А это та самая девушка, с которой уже встречался одно время... Эээ... Майкл. По стечении обстоятельств. И, собственно, Эта встреча тогда принесла намного боли, потому что там нужно было бегать. Ну, а теперь гонка на велике. Ну что ж, по-моему, Тревор эта девушка подходит как нельзя лучше. Она такая же психованная и больная, как и он сам. Поэтому, собственно, все круто. Так, ну вот мы, собственно, ее обогнали. Ой-ой-ой, осторожно. Ну, черт. И так-то все просто. Ух ты, черт. Тихо-тихо-тихо, спокойно. Позиция 2 из 2. Это печально. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Черт, эта гонка закончится та же, как все время закончился бег для Майкла, что он будет еле плестись. Давай-давай-давай-давай-давай. Гони, Тревор, гони. Вы должны ее сделать. Отлично. Пошла к черту. До встречи на финише, неудачница. Вот и финиш. Вот и финиш. Ну да. Ууууууу Я победил ! Давай! Давай-давай, что? Секш-техер! Так как все это работает. Ты деллютался. Держите т должен occurred на те же ноги и Hmmus Оу, tyrка, я тебя люблю! Сох, держи меня! Ну, боюсь, что она тебя не обнимет, но, тем не менее, это было клево А давайте попробуем подвостовать себе немножко. Допустим, позвоним, у нас добавился новый контакт. Мария-Э. И как только, собственно, к нам вернется нормальный интерфейс игры, мы попробуем ее набрать. Мне кажется, это будет интересно. Так, хорошо, контакты. Лестер, Мартин, Мариэн. О, да. Занято. Ну, так я и думал, конечно. Ну, ладно, это было весело. Ну, и к тому же сбылось. Сбылось еще одно желание поучаствовать в гонке. Собственно, эта гонка и была. Так, мы поехали теперь в город, на Рокбаре, допустим. Посмотрим, что предложит нам он, пока время еще есть. И можно прямо на велике и покататься. Давненько мы этого не делали в этой игре. Поэтому, почему бы и нет. Так, главное, не убиться сейчас. Отлично. Почти не убился. Твоей же дивизии. Так, а велик-то мой где теперь? Хм, а вот он. Нормально все. Так, а шлем ты не наденешь, да? Ну, ладно, правильно. Таким психом шлема ни к чему. Если голову ударишь, то не страшно. Хуже-то, то явно уже не станет. Ох ты, блин, какие-то животные дикие на дорогу кидаются, а? Офигеть. Так, а как прыгать, интересно? Как-то ведь можно, да? Ой, граната. Это что-то не там, боболи-пучки безоружные. Ага, да. Прыгнул. Почти. Только не так и хотел. Нет, погодите. Какой-то кнопкой при бом прыгать можно. Сейчас научимся. Так, какой только вот... Нет, не то. О, звоночек. Ну что ж, тоже неплохо. А, ну вот. Правым бампером. Ну, точнее, R1. Допустим, что она так называется. Эта кнопка. Блин, прикольно. Велик решает. Самое экономичное, экологическое, чистое транспортное средство. О, да. Сейчас мы тут с горки раскочегаримся. Пробуем перепрыгнуть. Получится, нет? Нет, нифига у нас не получится. К тому же я еще и кривой. Опытка номер два. Ну, почти. Извини, мужик. Немного подстрелил твой капот. И номер три. Давайте, мы сможем это сделать. Ну же. О, блин. Ну, почти. Были все шансы. Ладно, черт с ним. Давайте, мемнер, машинку. Велик, конечно, круто, но... Тачка такая неплохая. Греха не воспользоваться. Отношение Тевера все-таки с этой Мариэн я прокачивал бы на самом деле. Она тетка прикольная. Ему она подходит очень, по-моему. Так что, по-квою же попробуем еще раз ее набрать. Да, пока что посмотрим, что от нас понадобилось господину по имени Барри. О, боже. Протиснулся кое-как. А, это тот самый Барри, по-моему, который траву банчит. Ну что ж, Тревор с ним еще не встречался. Или нет? Ну, по крайней мере, на том же самом месте, где была встреча у Майкла. Помните, когда закончился встреча? Тогда мы увидели инопланетян. Жесткие были глюки. Ну, пойдем поглядим. Прав или нет? Или все же это кто-то другой? Да, по-моему, это тот самый тип и на том же самом месте. Ну, офигеть. Поехали. Где мой пин? Где мой пин? Легализация о чем? О, о-о-о-ох, о вещах, которые начали висеть как право. Для добавить продукты в медицинском. Легализации. Да. Ты вообще-то шелик? Я делаю вообще-то много денег, срежевая, в этом, хорошо? Присоединяю, что я могу облаковать, это легализация. А теперь, глядите. Бегай. Дрэк. Нет, я не хочу его лимать. Офигеть. Это очень угробный. Ну окей, что на этот раз? На обыд инопланетяне, интересно? Клоуны! Ой, жесть. Ну, видимо, у каждого свои страхи. Ну что же, друзья, клоуны так клоуны. Офигеть. Просто офигеть. Так, уничтожьте фургоны клоунов, чтобы остановить их. О, блин. Так, а чем их уничтожить? Тоже вооружение нету. Твою же дивизию, а как так-то, а? Пипец, слишком близко к машине был. Жалко. Повторим, ладно. Такое с удовольствием повторим. Это настоящее безумие. Мне это безумие очень нравится. Да. Наступили над ней те же грабли два раза, собственно. Даже три, получается, в связи с тем, что Франклин тоже от травы курил. Но она на него совершенно не подействовала. Ну давайте, чертовы клоуны. Я тоже, кстати говоря, ненавижу клоунов, поэтому, собственно, с удовольствием постреляли по ней. Чё-то как-то довольно больно они стреляют, из-за того, что всё-таки просто галлюцинации. Так, где там ещё один клоун? Вот он. Так, ну что ж, кругом появился. Поехали. Отлично. О, да. Отлично, но это ещё не всё. Да, дробовик, конечно, не самое лучшее оружие. Вот пулемёт у Майкла было гораздо круче. Ну ладно. Так, ещё фокбан. Да, вот он. Окей. Жестокие глюки, конечно, очень жестокие. Ой, там ещё один. С другой стороны. О, да. Когда же это закончится? Офигеть, это безумие. Там ещё один фургон. Чёрт. Да, Тревор. Теперь я понимаю, почему ты взял курить траву. Если у тебя после неё такие глюки, то вот, блин, это пипец. Офигеть. Ну, почти всё, по-моему, мне кажется. Сзади. Нет, нифига ещё не всё. Ох, сколько у вас много-то, а? Глаза же сбегается. Так, спокойно. Ой, жесть. Всё или нет, интересно? Давайте перезарядимся пока такое затишье. Да, Каррес отпускает. Офигеть. Да, это и вправду была полная ахинея. Нет, чувак, больше на такое точно не поведусь. Превентивный удар мы не сделали. Ну да и чёрт с ним. Всё зебро тоже неплохо. Ну, это было реально весело так. Ну и в таком случае, наверное, продолжаем. Дальше мне, в принципе, понравилось, что у нас ещё поблизости имеется интересного. Давайте поглядим, что такое бойня. Меня давно это интересовало. Я так понимаю, это будет что-то типа задание деревенщина. Когда, помните, мы за Тревора убивали деревенщин. Там их было очень много на небольшом участке земли. И, собственно, было довольно трудно. Я думаю, что бойня тоже самое, судя по названию. Ну, по-моему, и стоит. Потому что меня давно это интересовало. И, собственно, я всё думал, как-нибудь заехать надо. И раз уж мы устроили несерьезную серию такую, а, собственно, занимаемся тростепенными квестами, то поехали посмотрим. Почему бы и нет. Коммент, по-моему, самый, что-то, наверное, несподходящий. Да, ну, с клоунами, конечно, весело было, реально. Мне понравилось. Даже, по-моему, повысилее, чем с инопланетянами. Так, смотрите, тут у нас тоже какая-то фигурина. А, давайте поможем ребятам, кстати. Так, давайте, вот тачка, пожалуйста, садитесь, ребята, я вас отвезу. Ну? Отлично. Так, вы помните, подобная миссия уже была однажды, но тогда мы профтыкали, собственно, и она просто не началась. Давай траться, всё, вкладывайся по-другому. А, только от полиции будет уйти. К чёрту пошёл. Так, ну что, тут можно сидеться, интересно или нет? Надеюсь, что да. Чёрт, с той стороны копы едут. Быстрее, 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 сюда. А, теперь они сюда едут, вот чёрт. Обратно. Отлично. Ну что ж, друзья, в принципе, видите, выполнили второстепенную миссию, а в итоге получили некоторые преимущества. Теперь можем отводить каких-то там автостопщиков, а ещё, по-моему, намеревается вступить в нашу банду при следующем ограблении. Так что, в принципе, какие-то плюсы мы всё равно получаем каждый раз от этих заданий. Поэтому, почему бы и нет, к тому же нам это было практически по пути. Я правда думал, что миссия там закончится, а мы пришлось немножко отъехать от той точки. Ну ладно, это не беда. Ну что ж, штука как из куста, в принципе, да. И теперь, видите, доступен новый член банды для ограблений. Ну что ж, всё замечательно. Ну и поехали, напоследок ещё одну выполнен второстепенную, на которую вставит маркер. На этом, пожалуй, будем заканчивать серию уже. Потихонечку. Серия получилась реально насыщенной на событиях. Сколько всего мы сделали, блин. И с клоуными повоевали, и на великах погоняли. И парней каких-то вывезли на тачке от копов. И что нас ждёт впереди, интересно. Что там ещё такое для нас заготовили Rockstar Games? В следующем задании посмотрим. А, ну да, это же бойня. Та самая бойня. Так, хорошо, подглядим, что же такое означает. Beer and Wine. Смотри, кто я. Ха-ха-ха-ха. Эй, Эсэ, что ты? Ты сказал, amigo? Где ты, Баттл? Это никакого твоего бизнеса. Окей? Эй, это просто акцент. Ха-ха-ха! Эй, ты знаешь, я росла в Канаде, да? Что это большой фу-ху-ху-ху-ху-ху? Так. Так. Вот как их хоть много-то, а? Время для способности Тревора. Хорошо. Давай, скорее, перезаезжай в свою добанную пуговку. Отлично. Так. Сука, уже 12? Время, конечно, идет. Так. хорошо минус 16 17 ушел а за ним 18 осталось 12 человек убить за одну минуту чёрт чёрт быстрее переезжай отлично 22 осталось 8 готов ух там сзади целая толпа привалила уже пипец офигенно о да есть 30 человек идем на рекорд друзья 31 32 а у нас еще осталось 20 секунд на крышах там есть палец мне нравится то что сверху там стреляют чёрт ну что ж 38 человек убили по моему неплохо если бы убили 45 конечно было бы еще получше но тем не менее и так было весело офигеть просто целый квартал трупов просто настоящее безумие ну что ж эта серия безумно началась безумно и закончилась собственно я надеюсь что вам понравилось до встречи в следующих сериях дорогие друзья ну и большое спасибо вам за просмотр не забывайте про лайки и комментарии а с вами был валдай это была игра gta 5 на канале пиктайп до новых встреч пока пока до новых встреч